всем привет девочки ассалам алейкум посмотрите какие сырнички я приготовила в духовке если они мне сейчас понравятся я потом рецепт сниму это знаете как пробный вариант сама увидела у одной девушки которая смотрю она такие сырники каждый раз делала когда худела съедала 2 это же 2 скушаю один самим один кем если самиха захочет тоже поделимся один к сейчас болеет и плохо кушает всю ночь температурила лечили ее короче сейчас попробуем потом обязательно с вами поделюсь если мне понравится этот рецепт представляете у меня сейчас не случился инфаркт миокарда меня настолько сильно мадина испугала прям очень хочу вам расскажу что произошло короче я сами уложила на второй утренний сон она у меня спала я как обычно сидела в телефоне лежала ковырялась мадина у меня смотрела мультики играла книжки читала в общем тоже занималась своими делами далее ко мне через какое-то время мадина подходит и говорит мама у меня в носу хлеб говорю что в смысле хлеб она говорит я сначала подумал что она прикалывается я говорю ты чё шутишь что ли она говорит нет у меня в носу хлеб я беру свой телефон свечу фонариком и в нос и представляете у нее на самом деле хлеб я вот здесь ставлю фотографию вы только посмотрите она засунула кусок хлеба размером с мой ноготь практически еще какую-то красную бумажку туда запихала вот реально когда я слышала историю что дети до суют в нос какую-то ерунду для чего они это делать я не знаю я не не верила я просто на сто процентов была уверена что мадина до такой ерунды догадаться не сможет потому что потому что это моя мадина она умная да она соображает башка варит что-то нельзя делать как оказалось ничего у нее не варит она просто как и многие дети взяла и запихала это себе в нос хорошо у меня есть шприцы шприцом набрала физраствор залила и в нос пол шприца где там два с половиной наверно кубика и она высморкалась у меня и это все вылетело но вот представьте какую-то бумажку и хлеб запихать я я рассмотрела фонариком в ее нос я увидела только сначала вот этот хлеб да я даже и при не предполагала что помощь какая-то бумажка а если бы я не смогла вытащить до пришлось бы в больницу ехать я и объяснила поговорила с ней так делать нельзя это же девочки это просто жесть я в шоке нет я я реально не могла подумать что она может такую учудить вот не могла подумать ваши дети вообще что-нибудь но спихали хорошо что это было не пуговица знаете а какой-то кусок хлеба который размокает проникновение воды а если бы она засунула пуговицу туда не знаю что туда еще можно суть ластик от карандаша не знаю но сейчас я буду все мелкие вещи вообще убирать но в принципе у меня и так мелких вещей особо нету знаете да что она взяла просто хлеб на кухне ела видимо начала проверять залезет или не залезет мне надо кстати помыть зеркало не зеркало что дайка и тут сами юшкин даже не проснулась нет нельзя нельзя скажи агу ну вот такие в общем дела девочки меня так бесит вот эти пятна дети ходят хоть 500 раз на дню ты мою эти двери они все равно будут грязные потому что дети хляпу так сегодня какие у нас планы на день хочу вкусное приготовить нужно сходить попугаю купить еды потому что она у него закончилась вчера отмывала клетку ему я уже стала замачивать знаете очень тяжело вот эти его какашки отмываются я замочила наверное на полдня если на целый день и потом уже спокойной душой легко это все у меня отмылось вот кстати мне так нравится мой плед василек что рваный диван это не мы порвали это уже мы когда сюда заехали хозяйский как говорится смотрю девочку полина бонд называется ее канал и она сама похудела короче так нормально на своем по себе куда я не знаю куда она вообще по делу короче похудела к качественной фигуя хорошая и она разработала свою тему программу питания там что такое какие-то правила типа без ограничений да потому что когда я вот на тех марафонах было то все равно ограничения в еде и так далее и у нее есть такой типа план за 1000 рублей это типа то с ней на связи будешь целый месяц а из за 300 рублей типа на те просто скидывает вот эти все правила меню и так далее и это уже сама как бы дальше самостоятельно по ним питаешься я короче за 300 рублей вот это взяла почитала в принципе все понятно расписано рассказано и вот я сегодня измеры сделала замеры взвешивалась 68 и 7 я вешу короче девочки скинула и всего в то время как я начинала худеть полтора килограмма потому что там скидывала набирала скидывала набирала и сейчас у меня более-менее стоит вот рост у меня 166 это поводу того что много кстати мой вес многих интересует и кстати по поводу зубов я их не отбеливаю я просто их чищу пастой она продается такая сухая сухая порошковая знаете семейный порошок называется для зубов он рублей 25 наверно стоит там ну 30 наверно так зайти и я два раза неделю этим порошковные разу бы чищу а так обычной пастой обычной щеткой видите как отбеливая этот порошочек придается он в аптеке девочки имейте ввиду ладно пошли мы дальше делами заниматься кстати тоже начала простых у меня мои дети заразили потому что у меня першит в горле тоже буду сегодня лечиться короче все семейства заболели отправляла рассула сейчас магазин за продуктами в общем взяли фарш говяжий я хочу сейчас приготовить самсу для самсы как раз таки слоеное тесто взяла две пачки потому что так примерно посчитала 12 штук из одной пачки получается я хочу побольше сделать курицу супчик сварить курицу для посыпки картофельный крахмал я взяла для того чтобы сами не знаете от ее опрелости вместо присыпки делать вот этот крахмал и у нас такая вот присыпка была она нам раньше помогала но вот именно в этих местах где сейчас у него уже месяца два не проходит эта опрелость эта присыпка не спасается но на всякий случай все равно раз взял миромистин горло брызгать и физраствором я постоянно промываю детям нос но я промываю в стеклянном бутыле раз у взял вот как это мне теперь не знаю куда мне протыкать шприцом я не знаю даже девочки что мне надо сделать чтобы набирать отсюда в этот физраствор не знаю посмотрим здесь открою если шприц войдет что будут набирать но не знаю как можно из этой емкости что-то набирать шприц вообще это же максимально неудобно жду пока тесто у меня разморозится потому что она знает еще такое очень твердое сделала уже начинку да может быть вы скажете что маленькая у тебя самса совсем не самса но у меня самса соедово лайф так что кому понравится будет готовить на самом деле меня на это надоумила девочка с которой очень хорошо общаюсь лейла привет она сказала что она это недавно самсу делала кстати из-за того что она ее делала я решила тоже сделать короче вы знаете кто меня постоянно надоумливает на всякие новые совершенства на самом деле она себе первую духовку купила потом я решила тоже она не похвасталась мне тоже захотелось я взяла короче начинка у меня такая фарш 500 грамм взяла две картошки она мелко порубленная лук тоже взяла две головки лука небольших чтобы так просто сочно было знаете и укропчик посолила поперчила сейчас это все перемусякую и будет у меня вот такая вот начиночка сами уже проснулась пошла я к ней сегодня что-то очень сильно разошлась наготовила смотрите уже супчика самики я кстати добавила сюда сметаны чуть-чуть она меня так любит вилочкой разомну и буду давать знаете так не в пюре достаточно что большие кусочки были рассолу сделала салатик приготовила овощной и самсу самса это еще не вся короче сделали мы много уже сколько-то съели штучек попробовали очень вкусное готовьте с удовольствием а тут у меня догадавливается последняя партия сделала квадратные кусочки короче девочки вот так сегодня свое семейство балую улицу у нас погода огонь вообще жара ветра практически нет поэтому мы дома сидим вечером пойдем наверно прогуляемся и кто-нибудь мне подскажет что у меня вообще с цветами происходит и не могу понять вот этим понятно всем прекрасно просто у него цветочки вянутых убираешь новые начинают расти кстати вот у него он у меня очень разросся причем очень сильные вот там по обрезать воду поставить еще знаете посадить я не понимаю что у меня с женским счастьем он она вообще ни в какую не хочет у меня приживаться у него здесь цветочки появились и что-то они вообще не распускаются в принципе с ними еще пока все нормально ну вот все вот эти листья они у меня начали 5 вы просто посмотрите они все упали все скукожились стали какие-то не знаю непонятные вот этого уже давно плохо я вообще ему ничем не могу помочь подскажите что с ними делать что с ними делать что они хотят них так жалко я не хочу чтобы они умирали они такие красивые а и с плющом тоже он желтеет его каждый день там слегка поливаю опрыскиваю из-за жары то ли что ну короче им вообще здесь не нравится авокадо себя вроде чувствует более-менее их сейчас проливала знаете вот прям под душем но листочки тоже не знаю то ли из-за воды то ли чё опять дети орут как надоели и вот это же меня прекрасно растение чувствует с ним все хорошо но вот женское счастье и плющ что-то страдают у меня непонятно чем давно хотела вам показать и никак не собиралась силами помните мне приходила посуда я заказывала у кукмары у них с официального сайта завода покупала сковородки я ими пользуюсь мне они очень нравятся вообще прям крутые мантоварка вообще супер и я повторила заказ только у них сейчас новая линейка вышла посудой я вам ее хочу показать девочки это посуда изготовлены из нержавеющей стали благодаря гигиеничности материала мне можно не только готовить но и длительное время хранить готовую еду я кстати так постоянно делаю всегда год храню холодильнике после того как приготовила в какие-то контейнеры не перекладываем посуда очень прочная не подвержена на влиянию перепадов температур не царапается и не деформируется я себе вот заказала сковороду специально небольшую чтобы готовить небольшие блюда и вот такой вот знаете маленькую кастрюльку сотейничек специально для каш в сковороде планирую готовить небольшие блюда такие как например не знаю яичницу да что-то обжарить какую-то зажарку будем с вами все тестировать в наших будущих влогах сотейничек для каш для супчиков кастрюльку вот такую хорошую поэтому ссылки на кукмару я обязательно оставлю в описании под видео переходите посмотрите может быть и вы для себя что-нибудь подберете наслаждаемся свежим воздухом уже дня два наверное никуда не выходили сидели дома потому что мадина то температура ладо знаете так как это мялое было той заканчивая и даже вырывала пока девочки у меня спали смотрите я чуть накрасилась тестировала свои тени идет не идет укажется идет вот не знаю что со светом и с моим телефоном это странный свет от странно на меня падает сейчас мы я мадине сразу на берегу объяснила что мы на какие площадки не идем максимум на озере натурники на самокате покатаемся расшираться наказала сами у меня сидеть не хочет она видимо хочет у меня встать и ходить до ползать везде но нет я вообще надо поспать потому что я сейчас когда уходила замела тесто и потом покажу вам завтра наверно завтра покажу что я буду делать потому что сейчас с готовкой как-то перебарщивать не хочется уже нормально на минутами по минутам блок собрал поэтому не буду перебарщивать на завтра оставлю сами а ты сиди сиди тут кстати 4 цвета тени 4 оттенка теней у меня на глазах хотела сделать что-то типа в розовом цвете но сделала такой бежево-оранжевый не знаю идет мне сами юска мазинка все смотрит на эти несчастные машинки не такая жалко с другой стороны не жалко потому что тоже деньги не хочется просто так тратится на на этих машинках за все лето наверное каталась больше чем она очень много уговорила меня вместо машинки хотя бы на лошадку там пойдем в магазин купим продукты и как обычно домой готовить кушать сами и спать уложить специально сами спать положу что мне не мешало такой маленький знаете пути не делают за 100 рублей за 150 за 100 очень маленький путь вот очень маленький не знаю ли сейчас его другой маршрут в другую сторону пошел ничего особо не купили взяла сыр сыр какой-то вообще бешеные деньги что вы посмотрите 240 рублей колбасу взяла вот мне тоже надо сейчас для рецепта яблоки захотела на ночь перед сном ну как перед сном за два-три часа буду фильм какой-нибудь смотреть хочу в кефирчика с яблочком помидорки мне тоже сейчас нужны взяла масло наше любимое и вот корм попугаю и рио будгис короче для линяющих он у меня сейчас как раз линяет взяла такой специально вот собственно говоря и все девочки давайте на сегодня с вами попрощаюсь начну снимать вам продолжение так что надеюсь продолжение этого ролика выйдет завтра всем пока салам алейкум всех люблю целую обнимаю всем пока